Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня мы вместе с вами будем выполнять коррекцию на ручках моей постоянной клиентки. Здесь есть одна из ошибок, которую я допустила и от которой отговариваю всех своих подписчиков. Из-за этого произошел слом одного ногтя, ну и есть трещина также на указательном ногте другой руки. С чего хотелось бы начать? Самая главная и большая ошибка это в том, что мы мастера не умеем убеждать. Нужно было обязательно убедить клиентку сделать укрепление гелем, так как ногти очень длинные для того, чтобы носить на них базу. Почему так происходит? Если вдруг у вас есть клиенты и вы видите, что длина свободного края одинакова, равна или повышает длину половины ногтевой пластины, тогда вы должны понять, что нужно точно укрепление гелем. И не зависит, человек аккуратно носит или нет. Этот ноготь мы потеряли всего лишь одевая джинсы, вы можете себе это представить? Ну то есть, конечно же, мы используем наши ногти, мы ими что-то делаем, мы на них опираемся и мы даже этого не замечаем. Выполняем опил форм сейчас, выпиливаем все то же самое, такой же миндаль, мягкий, очень без каких-то резких углов, без заострений. И на большом пальце я решила показать, какое провисание важно. Смотрите, если мы смотрим сбоку, то здесь такая как лодочка появляется. Это очень важно, это сделает форму более крепкой, более носибельной. Так вот, тот ноготь, который мы будем наращивать, мы подпиливаем аккуратно и убираем свободный край, убираем материал с натуральной ногтевой пластиной практически полностью, до очень-очень тонкой подложки. Я это доделываю всегда пилкой, не пилю фрезой по натуральному ногтю, поэтому мне проще это сделать пилочкой. Выравниваю, убираю какие-то отслойки, которые появились на торце и приступаю к опилу дальше. Сегодня как раз таки мы хотим укрепить ногти гелем и расскажу вам секрет, как я работаю с неонами. Не знаю, возможно вы так же делаете, но в общем оставайтесь со мной, будет интересно посмотреть. Опиливаем форму, не забываем про то, что мы не перепиливаем точки в роста, что мы постоянно подставляем пилку под две параллели и смотрим, чтобы у нас ни одна из них не провисала и не была ниже другой. И так же зашлифовываем сверху, этим самым мы, во-первых, убираем глянец с части, которая нас отросла с натуральной ногтевой пластины, так же убираем неровности после фрезы и немножко истончаем наш и без того тонкий слой базы старой, который у нас остался. После чего мы переходим, конечно же, к маникюру. Для начала мы отодвигаем кутикулу такими ковыряющими немного, приподнимающими движениями, чтобы создать карман. И у меня с обратной стороны пушера есть вот такая вот лопаточка, я сразу же ей зачищаю птеригией. Вообще это делать не обязательно, часто достаточно задаваемый вопрос, а вот если у меня пушер без лопатки или он там тупой, без ручной заточки и я не могу им зачистить. Этот этап вы можете пропустить, но тогда вы должны будете больше уделить внимание конкретно работе фрезой. Если вы зачистили вот таким вот образом птеригий, то у вас уже процесс маникюра, когда вы возьмете в руку фрезу, уже пойдет намного-намного быстрее. И еще посмотрите, бывают вот такие вот маленькие склеечки, их обязательно нужно разъединить, то есть отсоединить от натуральной ногтевой пластины. Иначе потом, когда пойдет фреза, она обязательно порвет, то есть она отделит неправильно. Дальше мы берем фрезу, у меня это 0,23 диаметра. Фрезу у меня для маникюра все от КМИС, не для снятия, а именно для обработки. И начинаем на форварде обрабатывать левые боковые валики, левые синусы и также половинку кутикулы. Работаю на оборотах 25 тысяч, не обязательно не задерживайтесь на одном месте и работаю без нажима, то есть работаю только абразивом фрезы и весом ручки аппарата. Потом переключаюсь на реверс и все то же самое проделываю со всеми правыми сторонами моих пальчиков. Также зачищаю боковые валики и синусы и также могу пройтись еще от синуса до другого синуса, как бы немного выворачивая и приподнимая кутикулу для среза. После чего, конечно же, приступаем к срезу ножницами. Что хочу сказать? Очень много вопросов про то, стоит ли вообще обрезать валики боковые и можно ли это делать честно. Если клиент просит отрезать, я обрежу. А так лучше, конечно же, просто их зашлифовывать, потому что чем больше мы обрезаем, тем больше нарастает. Вот она наша трещинка. Сегодня выполним с вами ремонт и расскажу от и до, как же я это делаю, чтобы не получалось такого, что она ломается. Во-первых, нужно обязательно выполнить опил, то есть выпилить такой маленький треугольничек, чтобы все края нашей трещинки были ровные. Это нужно для того, чтобы трещина не шла внахлёст друг на друга, иначе она точно сломается. Базу классик я использую под укрепление, она отлично сцепляется с натуральной ногтевой пластиной, также она жесткая и будет хорошо носиться под акригелем. Беру небольшую каплю, здесь, честно скажу, размахнулась, и вот, внимание, выкладываю и выше трещины, и ниже трещины, и в бок трещины. Это очень важно, нельзя взять очень маленькую капельку акригеля и положить ее только на место как раз-таки самой трещины. Нужно обязательно положить ее и выше, и ниже, и в бок, тогда у вас будет, знаете, создастся такой эффект заплатки, и все точно будет держаться. Ну, мы еще также акригелем нарастили указательный палец, все остальные мы обезжириваем и далее наносим праймер. Дожидаемся полного высыхания праймера и наносим базу для геля. Вообще, эти гели, я уже рассказывала про них, я покупаю сама, лично, хожу и покупаю в магазине в самом обычном розничном своего города. Но, как мы уже все узнали, они делают отправки. Мне эти гели очень нравятся за их самовыравнивающие способности. Я думаю, что есть еще другие странички, которые также продают гели этой фирмы Nails Profi. Посмотрите, какой гель в тюбике, он очень густой, и как он ложится на ногтевую пластину. Выравнивается просто буквально за секунды. Не знаю, в чем его секрет, честно, так и не могу разобраться. В банке густой, на ногтевой пластине не течет, но выравнивается очень круто. И почему же мы с вами выбрали сегодня молочный гель? Во-первых, он не молочный. Посмотрите, он достаточно плотный для молочного геля. Скорее, он что-то между молочным и очень плотным белым. Ну, а во-вторых, мы сегодня будем с вами делать неоновый маникюр. И расскажу, почему я выбираю именно белую основу под неоны. Но для начала нам нужно обязательно опилить торец и обезжирить наш гель. После, конечно же, просушки. Мы выбрали вот такой вот цвет. Это цвет от Мистик, импульс номер 035. Это мой самый любимый, самый плотный и самый классный желтый неон. Который не кукожится, ничего с ним не делается. В общем, он просто супер. Но, девочки, если его наносить не на белую подложку, то просто потребуется больше слоев. Зачем нам это нужно? Мы возьмем белую базу, либо молочный гель. И нанесем в два тонюсеньких слоя. И все это покроем топом. Почему именно в два тонких слоя, а не в один средний? Желтый пигмент, такой же, как и черный, очень и очень капризный. Поэтому будьте с ним осторожнее. На большом пальце будем выполнять дизайн. Будем сегодня рисовать ананас. Самый-самый простой, который сможет выполнить просто абсолютно любой человек. Желтым рисуем основу. Цвет номер 97 лайм смешиваем с нашим желтым. Рисуем сначала, знаете, такую свежую, яркую зеленую траву. Далее добавляем чистого, вот этого зеленого. И немножко рисуем такие, как прожилки, прямо по мокрому. И просушиваем пока. Намешиваем цвет хаки с топом. И чуть-чуть затемняем. То есть у травки все-таки есть одна просушка. Что делаем дальше? Дальше мы все это просушиваем. Берем базу. У меня сейчас база ЭКО. И я ее выполняю в качестве подложки под нашу поталь. У ЭКО такая интересная консистенция вязкая. Поэтому она отлично держит даже стразы и вообще любые дизайны. Не старайтесь разгладить поталь. Старайтесь ее больше, наверное, примять. Просушиваю и покрываю все базой. Можно покрыть либо базой, либо топом с липким слоем. Потому что потом мы будем покрывать это все матовым топом. И поталь под матовым топом у вас держаться не будет. Наносим матовый топ. Уже говорила по работе с матовым топом. Не старайтесь его нанести очень-очень тонко. Наносите с таким, знаете, небольшим выравниванием. Чтобы у вас сохранялась надолго хорошая матовость. И просушивайте. Снимаем минимальную дисперсию, которая у нас осталась. Берем гель-краску черную без липкого слоя. Также от мистик. И прорисовываем контур. Тут уже все дело только в кисточке и в вашем умении. Я рисую самым кончиком. Слежу, чтобы у меня не скапливалось капли. Чтобы были тонкие линии. И посмотрите, как хаотично я обвожу. Это создает нашему ананасу какой-то особый шарм. После того, как мы все это просушили, мы расставляем точки. Не ставьте точки сразу, иначе они растекутся по вашим линиям. Расставили точки, просушили. И расставляем также белые точки в центр черных. Вот наш результат. Яркий, сочный, красивый. Как раз на лето. Просто невообразимый цвет. Очень крутые гели. И мне действительно нравится вам советовать то, что я сама использую. То, что я люблю. И то, в чем я уверена на все 100%. Все материалы оставлю в описании под видео. Ставьте обязательно лайки. Подписывайтесь на мой канал. Также подписывайтесь на мой инстаграм. С вами была Татьяна Сидоренко. Всем пока.